Хорошо, давайте послушаем проповедь. Благодарим Бога за сестру, за ее дар. Благодарим Бога, что она может быть с нами в это время. Да, Бог захотел. 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 Я думаю, что мы не смогли покрыть. Да, согласно? Да, согласно. Да, я так. Слава Богу. Вы любите вас? Да, это да. Возможно, что вы любите вас? Я очень любит вас. Когда мы были на посте, я начал одну тему там, которую я хочу сегодня закончить. Да, я начал одну тему, которую я хочу сегодня закончить. Да. Тогда мы были маленькие. Мы были маленькие. Да, я потом говорил и циклоне мы продолжали. И я об этом говорю, что мы сегодня мы здесь. Откуда ты матвей, да? Отверстие матча. Ты Мазач, шестую главу. Видишь, пощерщаешься, что с Кирилем. Ну нашли? Ааа... Матвея. Стих 51. Мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Оса моего и Он представит мне боли, чем 19 легенды ангелов? Как же сбудется писание, что так должно быть? Так. Как вы сказали, что это должны быть в себе? Мы будем говорить на тему мальтву, которую не может быть Иисус. Мальтву, которую не может быть Иисус. Здесь мы пришли к Иисусу. Мы могли прийти в себе к Иисусу. Пустили и собрали. И где ученик Иисуса? И один из Христосов. Пустили и ухо. Или есть те, кто пришли собрали Иисуса? Один из тех, кто пришел собрали Иисуса. Как мы живем на земле? Мы живем на земле. Мы, понимаете, люди, которые, если плохо дали мне, они отвечают тебе. Женые, как ты мне блоги дали, я тебе отскал. Мы всегда живем на физическом уровне. Мы занимаемся физическом уровне. Да, то есть духовное развитие, духовное развитие. Дваснически несилдно ищет. Поэтому мы живем в такой прекрасном мире, чтобы привести вокруг нас войну. Тотдэл мы с кем-то, 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 к посауле, отликали суркарос. Весь дрэй война. Потому что мы любим, ну, это... Короче, духовное мало, чего мы можем предложить. Нес-мес, мы же и кадалин, двасыщие посиулит. Да. Сразу мы уже готовы воевать. Месящие посиуо-шековывать. И поэтому казалось бы, такой прекрасный мир, кратиньез. Прикрасная природа, красивые, красные люди. Кам-то га-жи жмонес в pair и взрослой. А значит, у нас, сколько Господь прекрасно создает мир. Как-то весь, кого-то га-жи жтащит. Ну, мы не можем жить. О, мы не можем так, как живем. И мы умираем, покыпаясь кастой день. М-меш-то жусти в твоем мир. Мы физически, люди такие. Нес мы физические женщины. Куда он осёк? Иисус взял и исцелил его ухо. Он поставил обратно на своё место. И потом сказал ему, а ты думаешь, что я не могу защищаться? Ты думаешь, что я не могу молиться Богу, чтобы мне посылать легенды ангелов? Я могу, но я не делаю это, что я не делаю. Видишь, Иисус, он очень духовный человек. Да, очень духовный человек. Он очень духовный развитие, личность. Иисус, что он видел. Да. Очень духовный развитие. А если иисус, что он видел? Нет, я не знаю. Поехали. Нарад. Ты там будешь сидеть в уснох, надо стоять. Слабенько, что ты здесь уже пиксовый, кастовый. Проблема, что он там дыхает. А еще помог злоистеть. Он мудрый. Избуду ослабый. Будьте мудрый, как зверь. Но не так и так. Не гласниги, либо ладжи. Как нет, я тебя без... Хорошо. По-другому Иисус говорит. Я могу молиться. Я могу молиться. И Он даст мне помощь. Христос нападал вам. Но. Как сбудется Писание. Что так должно быть. Как сбудется Писание. Что вот так должно быть со мной. Я очень люблю Иисуса. Я очень люблю Иисуса. Я очень люблю Иисуса. Хотя нелегко за Ним идти. И заплатить. Плот всегда что-то желает. Но на самом деле, если Иисус за кем идти, это за Иисусом надо идти. Потому что Он у него высокий дух. Он совершенно. Он знает себя. Он знает, кто Он. Он знает, кто Он. И Он знает Бога. Он знает его Отца. И Он знает, что говорит Бог. Я три вещи сказал. Иисус знал о Себе. Отца. Девы. И Слово Отца. И еще одни Девы. Три вещи. Три вещи. Ну. Ты можешь знать Бога. Только в нижнем Деме. Но если ты себя не знаешь, это тоже проблема. Да, да, да. Несколько много людей, которые говорят Бог, Бог из церковь иногда посещают. Но они продолжают грешить и продолжают разрушить свою жизнь. Они не знают, они не знают Себе. И Иисус не знают. Да. Некоторые, как сказать, Себе продают. Как они продают Себе. Как Исаф. Как Исаф. Исаф продаст свое будущее. Своё будущее. Соба отец и продавят. За суп. Уж трюма. Уж трюма. Вот кушает. А собственно ты паил. Ты паил. Да. Пока ты кушает так хорошо, так приятно. Так приятно. Можешь бегать. Кушает. Приятно. Это запах. Но потом. Опять нужда кушает. Через час два. По древесной жизни. А вот за это он продал свое будущее. И же дельта продавил свое будущее. Но Исус. Не Иисус. Но не Иисус. Очень хорошо, когда ты знаешь, кто ты. И он говорит. О очки重要, когда ты знаешь, кто ты говоришь Бог. И хорошо, когда ты знаешь, кто ты есть Бог. И если ты знаешь, кто ты, которого он заドライ." И очень хорошо, когда он знает, кто ты говорил Бог. И если ты уловишьάνе три вещи. И если ты проповедовал consultym то тряс Защищай их! Съем ухо! По нашему Он правильно поступил Но не по Иисусу Потому что Иисус знал Себе И Он знает, что говорит Писание Вау! Я Себе проповедую Себе проповедую А у нас же какие-то фарисы пришли к Иисусу И говорили Вот Как будет на небе Вот был один человек Женился А у него никого не родился Умер Жена осталась И брат тоже там Как сказать я ее И тоже не родили никого Умер Короче все умери, которые брали эту женщину И никого не родили И они спрашивают На небе Где будет жена Знаете, что Иисус им сказал? Он говорит, что вы заблуждаете Вы не знаете Бога И вы не знаете Писание И вы не знаете силу Бога Но Он сказал Вы не знаете Писание Вы не знаете Вы не знаете Вы не знаете Что говорит Бог Поэтому это причина вашего заблуждения Из-за того, что вы не знаете Господа Или вы не знаете Силу Его Поэтому вы в заблуждении Поэтому вы так живете Он так им говорил Но не Иисус Иисус знал себе И он знал Писание Поэтому Он исцелил этого Человека, который пришел Разрушить его жизнь Знать И что Иисус не стал молиться Он сказал Дай мне ангелы Или ангелов Потому что меня хотят убить Дай мне ангелов Он так не стал молиться Почему? Потому что он знал Писание И он знал Бога И он знал себе Он знал, что говорит Писание И он знал отца своего И он знал отца своего Отказался молиться за помощь Потому что у него был вопрос А как сбудешься? А как сбудешься? Ну? Так же написано Но если я так помолюсь Ну как сбудешься писать? Никак Он это знал Иисус знал Поэтому он отказался Срешить эту молитву Три причины Три причины Я вам дам Быстро ему Три причины Три причины Почему Иисус Не совершил эту молитву Первая причина Первая причина Там же есть 38 стих Тогда говорит им Иисус Душа моя Скорбит смертельно Попудьте здесь И подразвите со мною И отойдя немного Пал на весо свое Молился и говорил Отче мой Если возможно Да минует меня Чаша сия А потом сказал Впрочем Не как я хочу Но как ты Моя Душа Душа моя скорбит смертельно. Есть боли на разные уровни нашего существа. Есть боли телесные, физические боли. И есть душевные боли. Чаще всего мы страдаем от душевной боли, чем физические. Мы страдаем от душевной боли, чем физические боли. Внутри плохо. Не потому что кто-то был тебя. И кто-то даже скобляет тебя. Просто плохо, душа болит. И тебе плохо, даже не можешь спать, уснуть, не можешь. И даже нет аппетита. Душа болит. Кто поможет тебе? Душа болит. Муж ушел. Душа болит. Жена обижает. Жмона в жизни. И муж страдает. Душа болит. Или наоборот. Муж обижает. Вирус страдает жмона. Они потому что он ее бьет. А просто как он себя ведет. И душа болит. Все внутренне болит. Иисус говорит, душа моя смертельно болит. Иисус сказал, что она съела смертельно. Вот почему некоторые люди совершают самоубийство. Потому что это настолько плохо, что до смерти. И они понимают, что сейчас надо умирать и все. И они совершают самоубийство. И они совершают самоубийство. Потому что смертельно болит. Смертельно плохо. Такое состояние было у Иисуса. А как он реагировался на это состояние? Он пошел молиться. Вот тайна комната. Мы слышали песни. Там секрет решения душевных вопросов. Когда неси хорошо с ногой. Запомните всегда, что есть Бог, который услышит тебя. Когда ты будешь обращаться к Нему. Он тот, который исцеляет душу человека. И это правда. Вот так Иисус реагировал на эту ситуацию. На то, что ему плохо. Когда человек тебя обижает или что-то плохо, говори тебе. Чтобы тебе неплохо отомстить. Что-то делать плохо, иди в ту комнату. Которая не реклама. Открышит героев и слаб. Да, да, да. Будь там. Бог исцелит тебя. И ты будешь даже ублажать этого человека. Как ни странно. Ты даже будешь сказать, слава Богу, что у меня там раскрабил. Слава Богу, что у меня там не так делал. Конечно. Но не сразу. Ты это не поймешь сразу. Ты поймешь. Ты спрашиваешь. Когда Бог начинает тебе показать некоторые вещи. Иисус пошел молиться. И молиться и говорить. И молиться, и говорить. Как я могу. Отец. Деве. Если вас можно. Если я могу. Пусть минует чашу это мне. А потом добавить. Но однако не как я хочу. Но как ты хочешь. Как ты хочешь. Да таки будешь. Он, который пересметил его, скоро его убьют. На место того вообще. Тут молиться. Надо вообще убегать из этой страны. Или из этого места. Но он не стал убегать. Он на тебя молился. И еще говори. И так само. Однако не моя воля. Я не ищу мою волю. О Боже, пусть Бог поможет нам. Я ищу Господь твою волю. Хотя я умру. Но пусть будет твоя воля. Но пусть будет твоя воля. Пусть совершится твоя воля. Твоя воля. Не моя. Не ману. Знаешь что это значит? Обозначает. Обозначает. Обозначает посвящение. Первая причина. Почему Иисус не молился этой молитвой. Он посвящен. Знаешь что? Я не знаю. Но есть многие верующие люди. И родоптики чужбанин. Они никак не хотят измениться. И не хотят виновники естественно. 20 лет. Поэтому 20 лет. 15 лет. Они такие слабенькие слабенькие. Как было 15 лет тому назад. 20 лет тому назад. Некоторые 30 лет уже. Слабенькие. Они говорили я православный. Я католик. Я лутуран. Это не изменяет твое внутреннее содержание. Да. У тебя куча этих титулов. А внутри ты такой же как ты был 10 лет тому назад. Но что тебе эти титулы? На самом деле. Я люблю тебя истеклюли. Это такое что некоторые. Я хочу выйти замуж. Я хочу жениться. А что ты женился? А потом женится. Что ты женился? А ты женился? Ты женился? Это титул что ты женился? А жизнь никакая. Он тебе вернулась нашла. Даже уже смотри. Уже думай и молился. Как выйти из этого брака. Попишите, что Санкт-Петербург. Потихоньку и Господь. Или Господь. Или Господь. Или... Ладно. Положи его на кровать. Подъехни от волос. Есть по закону. Люди любят титулы нести. Люди любят титулы. Кажется, нам нужно садежа не внути. Потому что, когда вас тут либо обижаю и что-то, я радуюсь. Или, если что-то из Каудина. Или, если что-то из Каудина. Нам надо измениться, дорогие мои. Мы всегда хотим изменить этот мир. И у нас не поручается. Потому что, сперва, это мы должны измениться. Но как ты пойдешь кого-то измени, если ты сам? Короче... Не надо это сказать. Ну, на самом деле. Зачем кого-то искать и изменить? Ко мне что-то измениться. Давай я вам скажу секрет один. А что по спицу не опасно? Яблоко. Или яблони. Ты рыбай. Яблоко. Да. Никогда не говорить. Или говорить. Я пойду на рынок, чтобы себя рекламировать. Это вкусно яблоко. Чтобы люди покупали. Да. Ой, смотри, я тут. Дерево так не делает. Медисты не сапят. Стоит на месте. Растет. Дает плоды. Это мы к нему идем. Это мы к нему входим. Почему? Потому что плоды. Ты уже измени мир. Ты сперва изменися. Мир придет к тебе. Это так. Зачем кого-то искать и изменить? Сиди. Ты увидишь, что придет к тебе. Когда они замечают. Что у тебя есть вкусные плоды. Кырова божьера. Они хотят кушать. И придут к тебе. Это действо с тобой. Если бы я на твоем месте. Я бы на собой работал. А ждал чего от себя. Вдал себя. На самом деле. И вот Господь. Он, знаешь, очень важно. Посвящение. Да. Он понимает это. Иисус понимает духовные вещи. Да. Посвящение. Что говорит Господь. Я буду себе посвятить или посвящать. Тому что говорит Господь. Даже если убиваю мое тело. Я посвящаю себе воле Отца моего. Посвящаю себе. Вот. Поэтому Иисус. Это он не тебе. Какой-то Иисус. Который там убили на кресте. Он могущественный. Нам с вами убегали бы от этого. Потому что мы не знаем, что такое посвящение. Мы не знаем, что такое посвящение. Да, да, да. Мы не знаем, что такое завет. Мы заветят. Что это Сандора? Да. Женился жена. Жена уже плохо. И муж ищет, как убегать уже, уйти из этого брака. А посвящение с женой или ее блогой? Или если убегать из того Сандора? Да, да, да. Мы такие. Мы такие. А что тут сидеть? Он хочет сидеть. Тут страдаю. Я пойду найду другого. Я пойду найду другого. Я помню, когда я хотел жениться. А это родители моей жене. Ну, теперешние. Они всегда говорили нет, нет, нет. А я думал, а зачем мне тут? Я пойду. Я пойду. Кого-то другого найду. Да, да. А что тут? Да. Только Бог захотел, чтобы мы женились. Поэтому нас получилось так. Но на самом деле, я как человек. Я уже был готов. Короче, что тут нет. Они. От родителей. И это длило почти три года. И ты трясешь и пил три смерти. И я должен, надо было меня подождать. Ну, я такой ждал, конечно. Только Бог. Это только милость Божия. Да. Вот. Моя жена всегда говорит. Подожди. Давай еще помолимся. Давай еще попустимся. А сколько можно? А сколько можно молиться и попуститься? Да. Но потом они согласились. Посвящение. 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 Это себе воли Отца. Иисус говорит. А как я буду срочить такую молитву? Если так написано. И Боже мой. Я себе сдерживаю. Я не хочу тут. А что я с улыбнул? Кричать. Говорит черед. Но на самом деле, это радость у меня внутри. Он говорит. Если я умру. Я умру. Но я посвящен воле Отца. Но я буду посвящен воле Отца. Деву воле Отца. Это моя песня. Вау. Кира Бабу. Не то, что я там литвурую. И я баптист. Нет, нет, нет. Нет, нет. Я посвященный верующих человек. Это значит? Это лечка. Дождь. Солнце. Литву, Сауле. Что бы там не было? Я снип. Я с ней. Время собране. Литву, Сауле. Я там. Малитва, Я там. В этом Библию, Я там. Я там. Я там. Я посвящен. Я посвящен. Его волей. Его волей. О, Иисус. Я пришел! Я пришел! Я пришел. Я пришел волей. Да. Забудьте про религию. Религия это само обман. Да, 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 да. Здесь глубже есть. Ищи глубину Божию. И войди в эту глубину. И ты уверен, что ты начинаешь приказывать болезнь. Приказывать демонам. Приказывать самого Девола. И все проблемы. Потому что ты находишься в глубине Божьей. Слава Иисусу. Это не то, что я в церковь хожу. И пытаюсь кого-то изменить. Я не пытаюсь кого-то изменить. Я хочу себя изменить. Вот это достаточно. День, когда я перестану бояться Деволе. Бояться демонов. Бояться болезни. И бояться смерти. И смерти. Я уже победил. И я уже победил. Я просто помогаю, как могу. Я только помогу. Но на самом деле. Я пытаюсь себе найти в эту мир. А я прошу своего времени. Да, 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 да. Да, да. Да, да, да. Да. Первая причина. Первая причина. Почему Иисус не совершил эту молитву. Это потому, что Он посвятил себе волю АСА. А СЕСПОСАТО. Иначе он убегал бы ее туда. Что тут? Я ухожу. Я не буду молиться. А мы же так делаем. А что это церковь? Я уже устал со всем этими проблемами. Я ухожу из этой семьи. А что там еще другая? Потом еще есть другая женщина или другой муж? Зачем меня это? Я пойду! Потому что мы не знаем, что такое завет, быть в завете. Мы не понимаем, что мы начинаем посвятить себе Богу и его воле. Когда мы это поймем, наше поведение изменится. Мы всегда будем на месте. Несмотря на то, что что-то угрожает нам, мы все равно на месте. Потому что мы понимаем, кого мы уверовали. И мы понимаем, что Он говорит. И мы понимаем, что мы есть. Вау! Слава Иисусу! Иисусу говорит, что я не ухожу и я не буду физически воевать с этими людьми. Я не буду молиться за помощь. Я посвящен воле Божьей. Давайте посвятим себе воле Божьей. Это будет делать нас как камень. Ты будет тяжелым. Тяжело. У тебя будет большой вес. Вау! 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 Вау, что ты посвящен! Вау, что ты посвящен! Его воли! Его воли! Его воли! Это поможет нам измениться во внутреннем человеке. Для Бога красота это не как ты выглядишь внешне. Тихой, когда Бога красота это не только отширьтесь. Вау! Как ты посвящен? Гороха красота это твои внутренние сети. Вау! Это первая причина. Вау, что Иисус будет строить молитву. Вторая причина. Откроем Евангелие Иоанна. Я люблю Иисуса, дорогие мои. Эй, вот Иисус. Да, да, да. Давайте я что-то пока вам покажу, и потом мы спрошем Иоанна. Откройте Диане. Она же мне когда-то давно голосом не сказал. Что тут ты обижаешься на этих детей, на людей, люди, люди. Зачем тебе это? Хочешь обижаться? Нашка обижаться на твою проблему. Не на детей, не на кого-то, а именно на твою проблему. На твою нынешнюю судьбу. Что это значит? Нынешнюю, степеречнюю судьбу. Что это значит? Нынешнюю, степеречнюю судьбу. Мне не нравится, какова моя жизнь сейчас. Мне не нравится, какова моя жизнь сейчас. Почему? Потому что я вижу другую жизнь. И вот я хочу эту жизнь. И вот я хочу эту жизнь. Мне болезнь заставила притика Богу. Мне однешнюю судьбу. Потому что мне не понравилось, что я болею. Мне не понравилось, что я судьбу. Да. Бог никогда не живет в настоящей времени. Чтобы мы знали. Или Бог живет в настоящее время всегда в будущее. Я пытаюсь это донести. Бог живет в будущее в настоящее время. Вот. Да, да, да. Он живет в будущее в жизни сейчас. Что это значит? Как это значит? Он живет сейчас, но как он себя видит завтра, об этом он говорит сегодня. Поэтому он не привязан к сегодняшнему делу или проблеме сегодняшнего дня. Я тоже так и стараюсь жить как Господь. Я загожу сюда, например. Я не вижу то, что есть сейчас. Да, это есть так. Но я вижу дальше. Поэтому это мне только и дальше. Приходи сюда. Мне кажется, я вижу больше чем сейчас. А если это еще в будущее, так зачем мне приходить сейчас? А потому что будущее осуществляется сегодня. Боже мой. Слава Иисусу. Поэтому Иисус не убегал. Так Иисус не бегал. Сама третья даяние. Четвертая глава. Четырнадцатый. Видя же исселенного человека. Петра. И Иоанна. И Иоанна. Примитив. Что они люди не книжные. У それа. И плетит. И плетит. И литва. И всех. Даже. Инслällцы. Морurer, которые знали что. У напряж zero. Есть еще, чем он стал изучать. Прobyх. Замерный Петра и Иоанна. И тут Ly数 не книжных. Даже. Инслаб. musicians. И плетит. Эля continental nessую бru datasets. только они были за Иисусом. Смотри, когда Иисус пришел. Он пришел как камень. Да? Поэтому Он спасает нас. То есть Он пришел с весом. Знаешь, что значит жить в этом мире? Тебе надо иметь силу дорогой. Да, да, да. Поэтому никто убивает в себе. Потому что уже не хватает. Уже терпения уже не хватает. О, сколько можно его терпеть? Я уже устал. Во, во, во. Но Иисус пришел как камень. И поэтому все люди, которые приходят в контакт с Иисусом Престой, они становятся как камень. Они смотрели на Петра. Смотри на Иоанна. И они говорили, что эти люди были за Иисусом. Потому что они заметили смелость, храбрость, твердость, стабильность. Да, и они не дуют туда, сюда. Нет, нет. Это мы можем так делать. И мы можем так делать. И при этом уже 20 лица Иисусов. И так будет лишним от Суезума. Бог поможет нам, да? Иосиф, да, Иосиф, да, Иосиф. Вторая причина. Почему Иисус отказался совершить эту молитву. Иосиф, да, Иосиф, да, Иосиф. Иосиф 3, 16. который не поможет, но должен быть в первую жизнь. Дорогие мои, мне нравится. Понимаешь? Иисус не научит эту молитву. Иисус не любит любит эту молитву. Иисус любит. Делития. Мы. Ты можешь так любить? Я не знаю, но я так хочу быть, как Иисус. Не знаю, меня порочится или нет, но я так хочу. Стараюсь, чтобы я был похож на Иисуса. Что значит любить? Я умираю ради жены. Я умираю ради них. Я умираю ради еще кого-то, чего-то. Будьте мне не будить. Тихо мне не будет. Но ему будет хорошо. Любовь не от тебя. А другом человеке. Иисус не научит эту молитву. Иисус не любит эту молитву. Поехали. Я умираю ради них. Я не знаю, Вы были хорошими. Иисус не любит. Мне не любят福. Но не кое-то говорить вся петля. Да. Иисус не любит. Не делti ли за мягом, Тихо мне updating. Да, книга попов не помил. Иисус не любит. Накneh., кто прыж… Олда сына своего, дабы всякие верующие в него не погиб, но имит жизнь вечную. Вот когда Иисус был на небе, домос на земле. Состояние смерти из-за грехов. Его грехи. Его не понимание духовное вещи. Тма, он ничего не видит. И он умирает в грехе. И Бог сидит, это Иисус сидит. И говорит, я пойду. И Томас, который должен умирать, Иисус убирает его из этого места. Он привозит из Талина его места. И Томас идёт на свободу. И это то, что там написано. Либо так вас любит Бог мир, отдаст сына своего, чтобы всякий верующий в него не погиб. Он убрал Томаса туда и стоял там. И поэтому, когда они пришли его забрать, он отказался. Молиться, молиться, Господи помоги мне. Потому что нужно спасение Томаса. Нужно спасение Моисея. Нужно спасение Рамата. Цель нужно спасение. И я буду стоять на их местах. И пусть они идут на свободу. Шипок. Вау. Аминь. А я мама Аширова. Я не знаю. Поэтому, когда мы с вами тут говорим, это... Я его скоро поставлю на место. Он меня так надоел. Посмотри по Цимона. Наоборот, должно быть. Я хочу стоять на его местах. Пусть ему будет хорошо. Ты раздежь. В духе Иисуса. Ты здоровился, как Иисус. Посторися, как Иисус. Можешь ли ты это делать? Артуболитрию подари. Пусть Бог поможет тебе. Пусть Бог поможет тебе. Пусть Бог поможет тебе. Духи. Будь те, которые убирали человека... Из места погибли. Из депрессии. Из разочарования. Из rolled gone. Из обиды. Чтоб ему хорошо было. Пуст Бог поможет тебе. Удастся. Он любил нас! Убрал нас из этого места! Поэтому они пришли! Мы тебя убили! Пожалуйста! Я даже молиться за защиту не буду! Варамуста спасются маисей! Они будут славить меня! Они будут славить меня! Они будут петь меня! Они будут проповедовать мою слово! Аллилуйя! Я радуюсь! Если бы Иисус совершил эту молитву! Я не спасся бы! Я уже не говорю про Томаса! Или про Раймонда! Или про вас! Никто не спасся! Но я благодарю Иисуса! Что он пришел! И убрал нас из этого места! Погибли! И сам! Стоял там! Мы будем проповедовать! Сатане будет плохо! Этим бесам будет плохо! Если бы они знали! Не отоговали бы Иисуса! Не отоговали бы Иисуса! Но теперь! Дома будет апостол. Maßnahmen! Мы спасаемся! äl Люблю. Мы так любим говорить. Мы так любим говорить. Мы так говорим, когда все хорошо. Будет броди на столе. Я так любил. Я все так любил. Климат хороший. Климат очень хороший. Пять же, извините. А как это произойдет? Я знаю почему, куда ты любишь? Я не знаю, а я не знаю. Я знаю, что ты любишь. Я знаю. Пять же, девушка говорит. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Я люблю тебя. Пять же, если ты любишь, не докажешь. Как будто у меня не милый родик. Потом она доказывает. Что она его любит. Да, да, да. После света доказательства. Ты видишь, что ты родимый? Да. Я не хочу говорить дальше. Я не знаю, что ты любишь. Ровнее, что ты любишь. Знаешь как? Слава Богу за Иисуса. Мы вторую причину, почему Иисус не совершил эту молитву. Да. Мы закончим, перейдем на третью и мы закончим. Пятая глава к Римлянам. Пятая глава к Римлянам. Пятая глава к Римлянам. Ибо Христос, когда еще мы были неможны, в определенное время умер за нечестивых. Мы с вами были нечестивых, нечестивых. Мы были неможны. Мы не могли быть неможны. Когда мы были банили. Никакой. 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 Он любил нас. Тихо. Мы так не любим людей. Мы любим тех, которые красивые. Солидные. Машину хорошую имену. В раньше у меня не было ни одной машины. В раньше чем у меня не было ничего. И потом я купил эту маленькую машину. Я такой доволен, что машина есть. И первый раз в жизни в Японии. И там тоже есть категория. В то же время можно сказать, что у тебя машина есть. И другие думают что у тебя есть машина. Ну и в Кантере, категория, спросить. Опять человек, машина? Ты говоришь, что машина есть. Я это не знал раньше. Я подумал, что у тебя машина есть. А ты думаешь, что ты думаешь. Иди покупай какую-то машину. И ты купил себе машину. Ты круто. А я говорила, что там купил? Но я это купил себе машину? А вот мы были никакие, и Господь влюбил нас, не потому что мы красивые были. Нет, это теперь мы становимся красивыми, потому что Господь обновляет нас, да-да-да-да, Он любит нас, Он гладит нас, гладит. И мы становимся красивыми, а я говорю, вы, братья красивые, что это было, но надо сказать, это вот, это благодаря Иисусу, да, это говорит, вы, братья, такой энергичный, и тоже это Иисус, потому что ты знаешь, в троте разы таких не было. Ты такой хадилей, все, махи, ахахахаха, никакой, никакой, никакой. А тут Господь уме за тебя, да-да-да, уме за тебя на тое место, что это ясно-берет. А теперь там уже истинился. Тебя не посвякает, братья такой энергичные. И он не Гингрэр. Да-да, да-да, скажи, слава Богу, вот всегда надо показывать пахту. Вот туда надо показать. Не бери эту славу на себе. Аминь? Да. Сын мой сын. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля. Может быть, кто умрет. Свою любовь к нам доказывает, что Христус умрет за нас, когда мы были еще грешниками. Варгур, кто умрет за праведник, а не кто умрет за праведник. Но Господь нам показал, что Христус умрет за нас, как это было. Мы уже умрет. Мы, когда мы уже были хорошими. Вот поэтому мы должны прощать друг друга здесь. Любить друг друга здесь. Ты не скажешь, вот послушайте меня хорошо. Слава Богу, что это пришло. Ты не скажешь, вот когда... Как это брата зовут? Я забыл. Раймондас. Раймондас? Второе. Ты не скажешь, когда Раймондас будет хороший человек, когда у него будет хороший характер, тогда я буду его любить. Тогда ты все перепутаешь. Ты должен его любить, даже когда он еще характер не изменил. Божья любовь это самая наивысшая любовь. Это не чувство. Это не что-то приятное тебе души. Нет. Это Агапы. Это самая наивысшая любовь. Чувство ни при чем здесь. Ты просто понимаешь, что он человек. И надо его любить. Ты его любишь. Ты милый. Одни говорят, что вот, нет. Когда он изменится, и тогда я его буду любить. По крайней мере, Иисус с нами так не делал. Иисус мне сказал, когда Моисей изменится, тогда я буду его любить, и тогда я буду умереть для него. Нет. Он любил нас, когда мы еще были грешниками. Это вторая причина, почему Иисус не совершил эту молитву. До такого степени, что Иоанн пишет. Первый посланник Иоанна с Матисом пишет. Жив Бог. Если ты не любишь Иисуса, я не знаю. Да, да, да. Он может тебе сменить. Четвертая глава. Четвертая степь. Смотри, что Иоанн пишет. Седьмой степь. Вас любили. Будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любишь рожден от Бога. И знает Бога. Что ты не делаешь. Как ты не делаешь? Как ты не делаешь? Немного не делаешь. Да. К сожалению... Мы так делаем. Мы думаем, что когда начнут меня любить, когда я начну их любить. И мы ждем. И мы ждем. Вы меня любите. Когда я любит. И ты ждешь, ждешь, никто не любит. Ты ждешь, ждешь, никто не любит. Никто не любит тебя любить. Потому что не так работает. Ты должен начинать любить. Тогда тебя будут любить. Вот так написано. Вот что написано. В том любовь, что ни мы, мы любили Бога. Но он любил нас. Но он любил нас. Он любил нас. И послалил сына своего бога. Уминостабление за грехи наше. И там, вальдома, у нас родители. Дальше. Любимые. Если так любит нас Бога, то и мы должны любить друг друга. И мы должны любить друг друга. бы archaeological. И каких-то будет ждать, когда Раймандус будет любить нас. Когда Раймандус будет хорошим человеком. Тогда мы будем любить его. Вейс, David, ты мы уловля. неизвестно когда он будет хорошим я знаю, что вы себе сделаете это Раймод знаешь? о котором здесь говорится вот, да, да так мне было помог сейчас поделожди, поделожди что здесь два Раймодса есть и это круто а кто знает про какую Раймод кто знает кто не знает и я не скажу что мы должны знать если вы здесь, пока Раймодс и ты, ваше Раймодс а ты, ваше Раймодс ты, ваше ДОЛГА ты будешь в Депрессии виряю тебя это будет не страшно а кто, когда Раймодс а кто, как он ищет сюда если он не сапевляет его покойск а вы, что здесь даже не шаду его покойску Короче, блуките, паламите. Короче, блуките, паламите. Да, ты жди. Я тебе спасаю от депрессии. А что, я герп, что ты думаешь, депрессия? Ты начинаешь ждать. Просто он может его любить. И все на это. И все боится. И все боится. А что? И все боится, и все боится. И все боится. И все боится. И когда ты начнешь любить? Как ты предпочитаешь мне? Ты видишь, что Раймонд начинает измениться. А ты думаешь, что Раймонд сейчас? Точно, не в этом году. Да, я не смогу. Через 10 лет. И я не могу. Да. Потому что эти привычки всякие там. Они даже умерли. А ты что? Например, попробуй, чтобы кто-то пришел и говорит тебе, что ты любишь кушать. Кто-то перестанет кушать. Попробуй сразу оставить. Попробуй сразу оставить. Не поручиться. Я согласен. Я согласен. Потому что однажды мой сын один спросил, говорит, папа, я что-то не понимаю. Он говорит, папа, написано на сигарете, на пашке, что здоровье это курение опасно для здоровья. Но везде люди курят. Так я не понимаю, как написано так, а люди курят. Потому что очень трудно избавиться от привычки. Просто придется терпеть. Это вторая причина, почему Иисус не совершил эту молитву. И последняя причина, почему Иисус не совершил эту молитву. Иисус не совершил эту молитву. Первая причина какая? Посвящение. 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 Вторая причина. Любовь. Любовь. Когда ты любишь, ты не позволишь себе делать некоторые вещи. Иисус любит нас. И они позволят себе совершить такую молитву. Понимаешь? Любовь. И за любви. Или посвящение воли. Посвящение воли. Когда ты посвящен. Ты посвящен. Чему ты? Кому ты? А что там ты? Понимаешь? Здесь уже не как тебе удобнее. Понимаешь? Ты старайся. Сохранить этот завет. Я не знаю. Я надеюсь, что Бог поможет нам. Чтобы мы стали похожими на Бога. Это не теория. Это практика. Это не теория. Это практика. Это каждый день ты стараешься это делать. И это потом будет твоей сущностью. Это будет уже ты. Значит, Иисус словом или через слово вселяется в тебе. Нет. Нет. Если ты это не хочешь. То демония. Тогда ты останешься в своих греховной природе. Ты никогда не смеешься. Продився самому денигу и прегибти. Не просекайся никогда. 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 Я тоже знаю, что тебе не нравится твоя нивиничная природа. Тебе не нравится, что ты болишь, что у тебя бывает депрессия, что у тебя мало друзей потому-то не умеет дружить. Тебе не нравится много чего. потому что твоя природа мешает и единственное что придется это просто принимать эту помощь и начали любить людей и начали посвятить себе воле божьей не своей воли а его воли вот его воля всегда будет чаще всего будет идти против твоей собственной воли например он говорит любит раймадаса я не знаю какого-то любит раймадаса а ты говоришь ну господь моя воля не так говорит но причем тут твоя воля вот его воля его воля господь говорит надо посещать молитву и потому что ты расти не будешь потому что ты человек который только чтобы все было по тебе как тебе хочется а вот а если ты идешь против твоей воли так что теперь вы поймите много драгоценных вещей в этой жизни находятся за страдами ты просто так их не получишь без страданий а вот мы мы хотим эти вещи вот-вот на халявы на халявы жди-ка пришел и взял вот так здесь так не духовный с духовными вещами не так делается она же в латвии две недели назад город называется одна женщина вышла особо я молился за неё я у меня были закрыты глаза на стоит а что ты хочешь молиться за меня за что чтобы я был сын и духовно сильный я конечно молился но я что-то засомневался так и будет и потому что мы молились это надо практиковать надо практиковать слово позже это надо посвящать тебе божьему слов это не на халяву а это на каждый день каждой минуте ты старайся посвящать себе воли божьей они как на улице они сколько температура в церкви и будет смотри на эти вещи ты духовно расти не будет басочки не аукси да не будет а я не знаю что важнее духовного роста не знаю важнее на это земле это не максимум а эти большие магазины да да это ты внутри с богом это самая сеная здесь на этой земле конечно теперь ты не поймешь но когда ты пойдешь на небо тогда ты поймешь то ой слава богу что я посвятил себе бабу да но пока мы же не понимаем что там как там да ну надо верить все равно ну надо верить все равно да потому что потом ты не сажалил так поскольку не сагалят что если бы я знал я его уже будучи уже знаю ну что если бы уже поздно я бы с вернух все поиск ушел как говорят ну пробудить ищу жалят надо теперь начинать верить да парень и пройдет и начинать изменится потихоньку да особенно люби те которые почему если ты, хочешь, росте в любви начинать любить те которые по твоей воле нельзя worker Если ты умеешь так делать, ты будешь расти в глуби, Господи. Но если ты будешь любить те, которые тебе нравятся по душу, от этого ты не будешь расти в душу. Ну что тут? Он тебя гладит по голове, ты его гладит. Он тебя не обижает. Ну что тут? Это как все на одном уровне. Но уже теперь, когда нельзя любить, если ты стараешься любить, это уже другое дело. Здесь уже, короче, весь ты поднимаешься, да? Мы с Богом с тобой, да. Слава Иисусу! Слава Иисусу! В течение 12 главы. 10 главы. 2 главы. В течение 10 главы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда ты закончишь, скажи Господу спасибо за это время на земле, теперь я готова, весь тобой поймёй Иисус, аллилуйя, молимся. Боже мой, перестаньте думать про смерть, думать про твою дело, Божью дело, думать, как помочь, как... Работа, как соверши Божьим призвание. Молимся, скажи Господь, молимся, да, некоторые вещи ты не должен делать, потому что ты, как это, пометь мне, посвящёнен человеку. Да, да, вот когда девушка говорит, уходи из церкви, ты говори, нет, я посвящённый воле Божьей, я буду в церкви. Да, 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 надо знать себе, когда ты будешь знать себе, ты не будешь продавать себе дешевую войну. Да, какой мужчина пришла идти по шоу за ней, по шоу за ней, какой-то девушка пришла идти уже по шоу за ней, и ты говори, ты куришь. Потому что ты не знаешь себе, ты не знаешь, ты не знаешь, ты не знаешь. Господь, молимся, 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 да, что ж наименько, когда я покажу вас, яистою. И я вам советую. И я вам советую. Не убегайте от него. Не убегайте от него. Вы видите, что надо будет желать его. И я вам показать, что вы скажете в виду. Да. Русские говорят, с кем ты ходишь, от того, или как там, с кем поведешься, от того, ты что? Такими местами же? Да, наберется. Будешь родиться Иисусом, у тебя будет много любви, мира, покоя, радости, силы духовные. Я не говорю, что от Пищи, я говорю, что от Иисуса силам. Аминь. Так что ходи с ней. Не то, что сегодня ты пришел, завтра тебе нет поздравления. Вы всегда постоянно с ним. Это всегда всегда, чтобы он не был. Это всегда, что ты пришел. Подожди, я говорю, что ты пришел. Я хочу помидор. Я хочу помидоры, в магазине. Я люблю помидоры. Я хочу помидор. Я хочу помидор. Куда там много е. Иди поселить помидоры, и пошел домой, и на завтра ты приходишь, растет помидор или нет, иди опять берет, я не знаю, как это называется, и убирай всю эту грязь, тут и смотри, растет или нет, ты берешь эту семечку, смотри, растет или нет, и опять поставил, закрыл, и пошел домой. А на следующее день, опять ты пришел, растет или нет, не растет или нет, не растет или умирает, не растет или умирает, если ты желаешь, чтобы эта семечка растет, посадил, закрыл, оставил, не трогай, вот это секрет Руста, что это значит, быть всегда на месте, быть всегда на месте, постоянство, даёт рост, быть постоянно в Боге, ты пришел сегодня, пошел домой, ой, как хорошо, и ты пошел домой, а потом две недели тебе нет, на третью неделю ты приходишь, ты похожа на этот помидор, очень трудно будет тебе расти, надо быть всегда, жить время, что каждый раз я за Иисусом, как раз я долго ходил, через поясню, как я начал проповедовать,ampa Radio store, я сей время родился дня слушал, а потом пришел другое время, каждое местоopsena и исполняю,arti jaw Oklahoma, конечно Как слышать, я не пойду к тебе причиной, тогда б �교 gained, ничего не то, чем Еран Катрин, благослови нас и господь давайте будем сохранить себя в любви божьей у меня есть много вам говорить что у тебя руку я приеду еще раз приеду еще про сальмы которая до Я знаю, что вы меня любите. Спасибо вам за любовь. Я тоже вас люблю. Знаешь, я даже с вами не чувствую, что я на коже. Представляете? Только грею с вотю жекала. Это правда, я вам говорю. Только грею с вотю жекала. А так мы с вами отдаем. Продолжение следует...